Всем привет дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о топ 50 лайфхаков, которые вы не знали Лайфхаки будут касаться конкретно от iOS 13, то есть не ниже, некоторых это не работает, на некоторых работает Ну в общем смотрите Первое с чего я начну, это с повседневного использования тех приложений, которые мы пользуемся чаще всего Я начну с звонков, то есть когда мы перейдем в звонки, у нас есть функция быстрый набор Вам нужно будет нажать на значок вызова и вы увидите последний набор То есть это очень быстро, удобно, вам не нужно искать по телефонной книге, ну или же в избранной нужно добавлять Также когда вы набираете какой-то номер телефона, вы можете его стирать, то есть свайпом слева направо, неважно Или справа налево, оно будет стираться, то есть это число, чтобы вы понимали Вот у кого это не работает, ну это беда Вот так же самое вы можете перемещать курсор или выделять нужные вам цифры, которые удалить То есть вот такая вот тема Следующая функция, это у нас будет касаться браузера Я по крайней мере часто пользуюсь браузером, то есть первое, то что мы знаем, это работает Haptic Touch Мы можем сделать, то есть зайти в закладки, либо же начать с новой и так далее, то что вы видите Теперь нам доступно, это скачивание музыки, видео, то есть нам открыли систему То есть мы можем зайти запросто в браузер, вписать в поиск нам, скачать фото, видео, музыку или какие-то документы И это все можем выгрузить себе в заметки Но фото и видео, конечно же, будет находиться в приложении фото Дальше, автосохранение паролей То есть когда вы регистрируетесь на каком-либо сайте, вам сразу же браузер предлагает сохранить пароль Также он генерирует пароль, это уже будет следующий лайфхак Он сам вам дает возможность свой, также сам сохраняет сохраненные пароли Вы можете через Touch ID или Face ID использовать в дальнейшем авторизацию Либо же так, либо же так Восстановление вкладок То есть если мы вдруг удалим, вот если нажать на закрыть, мы можем сразу все удалить И точно так же на плюсик мы можем восстановить те вкладки, которые были ранее удалены Перемещение вкладок Сейчас очень стало удобно перемещать вкладки То есть мы зажимаем, можем ее таскать куда нам угодно То есть поочередность выставляем на свое усмотрение Создание вкладок на рабочий стол То есть когда мы, допустим, вот возьмем этот сайт Возьмем, нажмем на шаринг вот сюда Поднимем выше и вот на экран домой Мы можем ее нажать на экран домой То есть сократим как-то ссылку, зачем нам вот это все надо Пускай будет так Добавить на экран И вот она, вот эта наша вкладочка уже здесь есть Это чтобы был быстрый доступ к вкладке сразу же с рабочего стола Если вам нужно будет что-то показать, презентовать и так далее, и так далее для своих же каких-то целей Пуск по странице нужный текст То есть мы выбираем здесь найти на странице, что нам нужно, какой текст Пишем iPhone Бум, нам выделяет этот текст Вот видите, если вам нужно будет какой-то найти текст, нажимаете найти и он вам быстренько найдет Выделяет желтеньким Очень классно, удобно Камера, фото То есть сначала мы переходим в настройки В саму камеру Опускаемся ниже Заходим в камеру Здесь сохранение настроек Мы выбираем режимы, фильтры, live photo Это все активируем Сетка не нужна Сканеры QR-кодомы Добавляем Запись видео Ставим максимальное разрешение Я не ставлю 4К и 30 кадров в секунду, так как в YouTube этого не будет Запись видео слоума Выбираем 240, у нас 720 Вы уже определяетесь Может вам надо будет 1080p, но будет 120 кадров в секунду Форматы Высокоэффективные Наиболее совместимые Ставим высокоэффективные Все И оставлять оригинал Это первая настройка Что нам нужно будет сделать Фото зайдя Здесь просто ставим синхронизацию У меня стоит такая Чтобы хранились оригиналы в облаке Здесь такие фотки И дальше То есть не выгружать ничего То по настройкам Что у меня стоит Это самое главное Просто когда вы перейдете в фото Ваше качество фото будет намного лучше Постоянно сохранено Вам не нужно будет дергаться Что-то делать Какие-то стандартные настройки Вскрыть фото-видео Также можно Перейдя в фото и видео Наше Вот Мы можем Нажать Шаринг Какой подпункт Как скрыть Мы его нажимаем Скрыть Подтверждаем Оно будет скрыто Их вот смотрите Скрыть Скрыть видео Все Его здесь нету Но оно есть ниже Вот где скрытое Переходим в скрытое Здесь нету никакого пароля И ничего такого В принципе интересного нету Все Мы отсюда его удаляем Оно нам не нужно Постановление удаленного Это только то что я показывал Здесь все что вы удаляете Вот недавно удаленное Здесь оно хранится по описанию Для фото и видео Отображения качества Тролета По таких-то дней Хранится короче 40 дней Чтобы вы понимали Если вы что-то удалили То же самое касается заметок Чтобы знали Что касается редактирования Фото и видео Опять же Заходим Вправить Жмем править Видим Здесь у нас будет Разные палитры На светочувствительные участки Тролета Качество Теплота Оттенок Резкость И так далее И так далее Здесь мы можем подбирать фильтры Здесь мы меняем размер Угол наклона И так далее И так далее То есть точно то же самое Будет с видео С видео Точно то же Можно обрезать Видеоролик Дать ему какое-то освещение Название И все остальное Red Touch Который вы пилили Теперь является Haptic Touch С iOS 13 То есть это то что я говорил Зажимаем Это быстрый доступ К некоторым приложениям В основном Это 90% приложения Которые совместимы Вам очень быстро Можете что-то обновить Что-то найти Откуда-то Сразу начать смотреть Погоду С вашего местоположения И так далее По тем приложениям Которые более эффективны Подходящие К сожалению не все Где-то 90% Совместимы все приложения Haptic Touch То есть это быстрый доступ Заметки Это самое главное С чем я сталкиваюсь Постоянно Первое Что по заметкам Хочется сказать Это восстановление удаленных Я рассказал Это чтобы вы знали Во многих кто обращается Рассказывает Что Такая-то у них ситуация И нужно восстановить заметки Вот То есть В недавно удаленных Мы можем выйти Еще раз Еще раз И вот удаленные Подпункт Вот здесь Хранятся как раз Те удаленные Которые вы удалили Как создание таблиц То есть Что нам нужно нажать Нам нужно нажать Вот сюда Вот Сюда Жмем Где таблица И здесь Вы уже выбираете Можно регулировать Где будет высоту Где будет ширину Как будут добавляться столбцы То есть Здесь можно Также добавлять Текст Регулировать То есть Он будет жирный Такой-то Там письменный Подчеркнутый Перечеркнутый Слева Справа Очень обширные Настройки Нам дали Перемещение Курсора Теперь зажимаем Пробил Можем двигать Вверх-вниз Влево-вправо Типа 3D Touch Но это Haptic Touch Все То есть Тактильное Передвижение Выделение Текста Также Если мы Что-то Написали Мы можем Выделять Текст Зажимаем Одним пальцем Вот Нужный нам Текст Два раза Тапаем На любое Место Здесь Где клавиатура И оттягиваете Вверх-вниз То, Которую вам Нужна Текст Область Выделить И Также Вы можете Удалить Если вы Случайно Вдруг Удалили Текст Вот Случайно Вам нужно Его вернуть Вам нужно Тремя пальцами Слева направо Протащить Чтобы вернуть Текст Слева направо Отменить Действие То есть Примерно Будет Так Это Выглядит То есть Мы Полностью Удаляем Все то Что Мы Здесь Ранее Создали Дальше Это Отмена Вода Точно То же Самое Справа Наливает И будет Слева направо Дальше Что Нас Интересует Это Вот Этот Прыщик Много Кто Спрашивает Он Называется Ассистив Тач Что Он Нам Дает Он Нам Дает Доступ Как Просто Выход На Домой Как Просто Открыть Диспетчер Задач Также Выход Аппарат Это У нас Блокирует Телефон Громкость Выше Меньше Выключение Звука Опять же Многозадачно Снимать Экран Насос Встряхнуть Перезагрузка Apple Pay Жесты И Удобный Доступ То есть Вы там Уже Под себя Настраиваете Где Это Находится Заходите В Настройки Чтобы Не Заморачиваться Не Искать Где Это Что Пишем Ассистив Тач Вот Жмете Ассистив Тач Вот Прописываете У вас Все Командочки Выкидывают Быстренько По настройкам Активируете Настраиваете Все Быстрые команды Это касается Конкретно Вот этого Приложения Шорткасс Называется Команды Вот Я здесь Сразу Себе Вывел Что Это Перевод С английского На русский Wi-Fi Отключение И отключение Bluetooth Очень удобно Очень классно Работает Как с этого Экрана Вот Как с виджетов Отсюда И как с виджетов Отсюда Пример Делаем Bluetooth Включаем Он активный И знаем Если мы его Просто так отключим Он будет светиться Серым Он полностью Не выключен Но с помощью Этого приложения Жмем Бам Секунда Все Выключен Никакого Bluetooth Нету Очень удобно Очень комфортно Точно то же самое Вы можете Допихивать Свои какие-то фишки Что вам нужно То есть Это может быть Копирование ссылок С видео с YouTube Сразу же Скачивание Будете переходить На фото И вообще Просто Заходите Балуйтесь Как вам нравится Рабочий Стол iPhone Вот Как он у меня Расположен Перемещение Приложений Способом То есть Массового Перемещения Что О чем Это я говорю Допустим Берем приложение Выделяем одно Долгим нажатием Вот Мы его держим Если мы хотим Переместить все Приложения Которые есть Просто тапаем На каждое Они будут Собираться В кучку И мы можем Перетащить На другое Местоположение Экрана Изменение Названия Папок Точно так же Зажимаем На саму папку Вот Переименовать И так само Вы здесь можете Менять Вот у меня стоит Такое яблоко Я можете Называть Эмодзи Лепить Что хотите Что вам нравится То есть По названию Но мне нравится Яблочко Пусть будет Яблочко Вот Вот так вот Я ставлю Дальше Приложение Как вы знаете Если вы хотим Удалить Либо мы сильно Долго Зажимаем Ждем Это секунды Две Пока она удалится Либо же Мы просто Жмем один раз Хаптик тач И видите Удалить приложение Жмете Удалить приложение Подтверждаете Оно удаляется То есть На каждую из них Вы нажимаете И мы перелистываем На каждый экран То есть Кто не знал Можно перемещаться По точкам Не обязательно Свайпами Слева направо Что у нас Умеет Сири Активация Сири Это вообще Очень полезная вещь Это Наш Ассистент Очень классный Может Несовершенный Но Есть какие-то В принципе Улучшения С каждой Новой версии iOS То есть Сири у нас Извучивает Может звонить Писать смс Создавать заметки Будильник Напоминания Включать Выключать Wi-Fi Bluetooth Будильник Читать Новости Озвучивать Матчи Погоду И так далее И так далее Вообще Можно просто Вникать Утопиться В этих функциях Очень классно Удобно Вообще Если руки Чем-то заняты Очень полезно Прочитает сообщения С вашего экрана И так далее Что еще умеет Сири Читает текст С экрана блокировки То есть Когда мы Перейдем Заметки Делаем свайп Двумя пальцами Сверху вниз Эта функция Называется Проговаривание То есть Она Озвучивает Начинает Озвучивать Текст Чтобы ее Активировать Опять же Нужно зайти В настройки Выйти Обратно И набрать Проговаривание Проговаривание Точно там же Находится Вот Проговаривание Экран слух Вот эти два ползунка Активируете И ваша функция По Проговариванию Текста Будет все работать Все будет классно Пожалуй эти топ-50 лайфхаков И закончились Имейте ввиду Это очень полезные штуки Ставьте пальцы вверх Если вы не знали О каких-то лайфхаках Если вам было Это полезное видео Оставляйте ваше мнение В комментариях Для меня это очень важно Подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать Мои новые видео Прожмите колокольчик Также Чтобы уведомления Приходили вам вовремя И вы не пропустили Мои новые видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok